Поболимся. Господи, просим Тебя, благослови наши занятия, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево, от истинного понимания смысла. Прибудь с нами в этот день. Хвала же Тебе, честь и прославление, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня 8 января 2020 год. Послание к римлянам Святого Апостола Павла. 15 глава 14 стих. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Толкование, высказав выше, много жесткого. Врачует, наконец, нанесенные раны. Не сказал, слышал, но и сам я уверен, который вас обречал и обвинял, что и вы полны благости, то есть благомыслия и братолюбия. А может быть, называет благостью полноту добродетели. Не сказал так же, имейте благость, но полны. Поскольку же нет никакой пользы в том, чтобы иметь только благость. Между тем, не знать, как пользоваться ею, присовокупил. И можете наставлять друг друга. Не только научиться, но более других научить. Вопросы, пожалуйста, у кого есть? По прочитанному материалу. Идем дальше. Римлянам 15.15 «Но писал вам, братья, с некоторую смелостью, отчасти, как бы в напоминание вам, что по данной мне от Бога благодати, толкование, римляне пользовались уважением и были весьма надменны. Поэтому врачует их, когда говорит, писал, с некоторую смелостью. Ибо словом этим сильно сокрушает их, но и этим не довольствовался, а присовокупил отчасти». То есть, несколько и вкратце, причем не как поучающий, но как бы в напоминание, то есть слегка напоминая. Вопросы? Римлянам 15.16 Что-то надписи не видно стало. Да, кто-то залез тут. Эхо какое-то появилось. Так, сейчас видно надпись? Римлянам 15.16 «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священно действие благовествования Божия, табы сие приношения». Так, давайте микрофоны все выключим раз и навсегда. Кто-нибудь Сергей Астахов, что ли? Следите за микрофоном, пожалуйста. Римлянам 15.16 «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священно действие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Толкование Сообщая о речи своей смиренной, то он говорит «Я не сам восхитил себе честь, но Бог повелел мне это, отделив меня для этого не потому, чтобы я был достоин, но по благодати». Для чего же дана мне благодать? Далее текст выделен и подчеркнут «Чтобы быть мне служителем и священником Евангелия». «Поэтому не вините меня за то, что я говорю к вам, священство мое в том и состоит, чтобы возвещать Евангелие». «Осмелится, а кто осмелится обвинять священника, приближающего нож к тому, что избрана в жертву?» На выделенные слова комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина. Постараемся вообразить в себе такую ситуацию, что вдруг среди православных появился бы такой архиерей или священник, который на первое место в своей деятельности поставил бы проповедь Евангелия и стал бы называть себя не служителем алтаря, а священником Евангелия. И стал бы повторять вот эти слова и в храме, и по домам, и повсюду. «Чтобы быть мне служителем и священником Евангелия». «Поэтому не вините меня за то, что я говорю к вам». «Священство мое в том и состоит, чтобы возвещать Евангелие». Служаку, решившегося собой пожертвовать ради Евангелия, немедленно архиерей вызовет на ковер, потому что, чтобы соответствовать этим словам, священник должен от многого, что совершается ныне в храме, отказаться. «Перестать крестить, как попало и кого попало, перестать допускать до причастия любого с улицы и отпевания совершать только над теми, которые были неповинны перед канонами и Евангелиям, то есть своих прихожан». Такого сразу же постараются задушить, запретить, притом совершенно необоснованно. А он будет повторять, «Я обещался Богу, чтобы быть мне служителем и священником Евангелия, поэтому не вините меня за то, что я говорю к вам. Священство мое в том и состоит, чтобы возвещать Евангелие». Вопросы по прочитанному. Свои, может быть, есть у кого-то возражения или дополнения, или соглашения, может быть, кто-то не согласен с комментарием, и говорит, что нет, главное – богослужение, проповедь – это вторично, главное – отстоять, отмолиться, галочку, чтобы на небе Бог поставил, и по домам. Вот, аминь за комментарии. Текст опять. Ну, исчезла, потому что я перешел на скайп, если кто-то желает. Чтобы я видел, никто руку не поднимает. Руку поднимать не надо, с места говорите, если я слово предоставляю. Включайте только микрофон, не забывайте. Римлянам 15.17. «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». Толкование. «Я написал к вам не для того, чтобы вместе с другими народами и вы спасались, и чтобы таким образом приношение язычников было совершенно благоприятно от того, что все приносят Богу плоды. Освящено Духом Святым, то есть духовной жизнью, ибо освящает нас не одна вера, но и жизнь. Правда, уверовав и крестившись, мы получили Духа, но если не будем и жить духовно, то благодать Духа угаснет». «Смиряет гордость римлян, дабы они не посчитали низким иметь учителем своим того, кто с большой буквы, кто с большой буквы приводит к Богу все народы». Так как перед этим письма унизил себя, то теперь опять возвышает свое слово, чтобы не почли его презренным, и говорит «Я хвалюсь не самим собой и не попечениями своими, но благодатью Христовой». В чем же хвалюсь? В том, что относится к Богу, то есть немаловажными какими-нибудь вещами, но духовными вопросами. Нет вопросов, да? Ну, замечали, на что хотелось бы обратить. Вот. Хвалиться духовными дарованиями не зазорно. Поэтому Павел, вернее, толкователь на феофилакте, говорит все в том, что относится к Богу, то есть немаловажными какими-нибудь вещами, но духовными. То есть маловажными вещами хвалиться не нужно, это порицается. А вот духовными, которые Бог дал вам дарования, какие вы таланты в себе развили, духовные, вот ими нужно хвалиться, дабы люди видели ваши добрые дела и прославляли не вас, но Отца вашего небесного. Понятно. Дальше идем. Римлянам 15 глава, 18-19 стихи. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, покорение язычников, вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христова распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Толкование. Поскольку сказал о себе, я служитель Евангелия у всех народов, то присовокупляет, я не хвастаюсь и не чванюсь чем-либо, чего я не сделал. Я даже не делал, но делал Христос, пользуясь мной как орудие. Изрекаю ли я что, говоря и любомудрствуя о небесном, делаю ли что, проводя жизнь по Боге, совершаю ли чудеса, все это принадлежит Христу. А между знамением и чудом есть различия. Знамением называется то, что совершается сообразно с природой, только необыкновенным образом. Таково внезапное исцеление тещи Петра больной горячкой. Здесь исцеление горячки есть дело сообразное с природой. Но оно совершилось необыкновенным образом. Как только коснулся Христос, горячка прошла. Евангелие от Матфея, 8 глава, 14-15 стихи. А чудо есть действие, совершаемое над тем, что бывает несообразно с природой. Таково исцеление человека слепого от рождения. Евангелие от Иоанна 9.1.7. Поскольку же знамения и чудеса бывают и силой бесов, то присовокупил силою Духа Божия. Здесь показывается также достоинство Духа, который может делать истинные знамения и чудеса. На это есть свидетельство и в священном Писании, и у священных отцов Церкви. Так Господь говорит, восстанут лжехристы и лжепророки. И дано... Слава Ткачев ворвался громко к нам. Потише заходите. Поскольку же знамения и чудеса бывают и силой бесов, то присовокупил силою Духа Божия. Здесь показывается также достоинство Духа, который может делать истинные знамения и чудеса. На это есть свидетельство и в священном Писании, и у святых отцов Церкви. Так Господь говорит, восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Евангелие от Матфея 24, 24 и от Марка 13, 12. Святой апостол Павел пишет об Антихристе, что его пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами. 2 Фессалоникийцев 2, 9. То же самое говорят об Антихристе и его слугах святые отцы Церкви. Святой Ефрем Сивин, слово 39-е, Святой Кирилл Иерусалимский, огласительное слово 15-е, Святой Иоанн Златоуст, беседа на второе послание к фессалоникийцам, Святой Андрей Кисарийский, какой-то комментарий тут на апостолов, наверное, на Евангелие Таана, или на послание. Но чудеса, равно как и знамения, совершаемые иногда силой бесов, суть чудеса и знамения не истинные, а ложные, обманчивые, призрачные, мечтательные, а не действительные. Да, Лена, это комментарий на апокалипсис Иоанна Богослова, Андрея Кисарийского, там тоже говорится об Антихристе, о его ложных знамениях. Значит, эти знамения не истинные, ложные, обманчивые, не действительные, призрачные, мечтательные. Это говорится во втором послании к фессалоникийцам 2.9. Святой Ирин, ну тут переводить я не силен, Ипполит, комментарий на Ефрем, Сирин, слово 39, Кирилл, Русалимский, огласительное слово 15, Григорий, двое слов, Иоанн Дамаскин, Точное изложение права веры. Как отличать такие обольщения сатаны от чудес истинных, действительных, совершаемых силой Божией? Об этом можно читать и в «Введении в православное богословие» епископа Макария, страница 64-66, СПБ 1852 год. Хочешь ли, говорит, иметь доказательства на то, о чем я говорю. Вот множество учеников моих от Иерусалима даже до Иллирика, что составляет границы нынешней Болгарии. Не сказал же, я проповедал, но распространил благовествование, дабы показать, что слово его было не бесплодно, но действенно. Когда же слышишь от Иерусалима до Иллирика, не думай, что апостол ходил прямой и большой дорогой. И окрестности говорит, то есть, я обошел народы с проповедью и к северу, и к югу. И вот на эти слова, что я обошел народы с проповедью и к северу, и к югу, Игнать Тихонович дает очередной комментарий. Если бы сегодня все от мала до велика полюбили Библию и понесли ее в народ, заявляя о себе, я служитель Евангелия, то что бы мы увидели уже через год? Не может быть, чтобы евангельское семя не дало всходы и не появились первые оглашенные. Наказание священнослужителей должно касаться только за нарушение Слова Божия. И архиерей, наказывающий подчиненного, должен говорить, не могу поступить иначе, я служитель Евангелия. Ты, пастырь, не проповедуешь народу, а всю свою деятельность ограничил богослужением. Ты не можешь сказать, я служитель Евангелия. Ты не оглашаешь людей проповедью Христовой. Ты сам должен сказать, что ты не служитель Евангелия. Или ты уйдешь совсем, или всею свою жизнью подтвердишь и скажешь, я служитель Евангелия. Если бы архиерей так рассудил и очистил свое воинство, оставив служителей Евангелия, а не поваров, то это и было бы той ценной лептой, которая принесла бы похвалу от Господа. Вопросы по прочитанному. Опять же, Павел говорит, что Христос через него совершил, то есть он всего лишь орудие, то есть он не хвостун, не в прелести он, как вот в чем Игнатия Тихонича обвиняют часто, завистливые, ничего не делающие, попы ленивые, бредящие лежа, немогущие лаять, псы, о которых Писание говорит. только и могут сказать, что ты в прелести. Покажи мне веру без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих. Вот апостол Павел мог показать веру из дел. Сколько людей через интернет приходят в православие, приходят из сект, так же и Павел смело говорит, вот мое защищение, вы в Господе, печать моего апостольства. Все. А тебя батюшка называет отец, 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 а дети-то духовные, где настоящие, ревностные, евангельские христиане, живущие в Духе Святом, вводимые Духом Святым, святым. Далее апостол Павел пишет римлянам в 20 стихе 15 главы. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании толкование. Я не только благовествовал этим и стольким народам и обратил их но и не ходил к тем людям, которым возвещено уже было имя Христово. Так я далек от того, чтобы подчинять себе чужих учеников и делать это для собственной славы. Поэтому и написал я к вам не из желания снискать у вас славу, но потому что исполняю свое служение. чужим основанием называют учения апостолов не потому, что они были чужды ему и не потому, что они проповедовали иное, но по отношению к награде, потому что награда за их труды была чужда для Павла, не принадлежала ему. Вопросы. Вот сегодня, может кто напомнит, есть каноны, похожие на это, что на чужом основании нельзя строить. Вот есть такая каноническая территория, если священник приезжает на какую-то землю и там уже есть приход, он не имеет права организовывать приходы. Вот. И одна из причин нашего священника отца Акима, что он нам с нами не едет на благовестие, вот этот вот канон, как мне слышалось, что его могут вот по этому канону вынести ему порицание. римлянам 15-21. Но как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. толкование здесь показывает исполнившееся пророчество. А кто решается учить несведущих, к чему прибегал Павел, тому предстоит много труда и пота. Очередной комментарий Игнатия Лапкина. В России все заросло тернием от незнания Слова Божия. Без проповеди Евангелия все труды пастырей могут окончиться ничем. Бог ценит только тот труд, на какой Он посылает человека, а не тот, который человек сам придумал, думая этим угодить Богу. Проповедь Слова Божия требует огромного труда, смирения, послушания Слову Божию. А кто решается учить несведущих, к чему прибегал Павел, тому предстоит много труда и пота. Игнатий Теханович часто повторяет эти слова, что для того, чтобы крестить человека, не нужно обладать какими-то талантами, не нужно потеть, не нужно трудиться, нужно всего лишь быть законно рукоположенным священником и произнести правильные слова над крещаемым. А вот чтобы обратить человека ко Христу от злых его дел, нужны тысячи талантов. Да, благодарю брат Виктор, это слова златоуста. Благодарение Богу за такого брата Ивана Златоуста, который столько потрудился, растолковал нам сложные места священного писания, подчас непонятные и трудные и неудобо перевариваем так сказать таким языком, если возможно. Все это он нам разжевал и нежно с ложечки нас накормил. Любой желающий может его трудами воспользоваться и неясные моменты разъяснить. Сейчас по милости Божьей очень широко известны поисковые системы в интернете. Это Яндекс, Гугл, вот программа Тимофей Ха, вот такая поиск по Библии. Нажал на бинокль, любое слово ввел Евангелие. Вот. И оно подсчитывает количество, вот 19 раз оно встречается во всей Библии, ну, кроме апокалиптических книг, и все вот эти места, где слово Евангелие. Вот на красном выделено. Все 19 мест нам тут же выдает. Чудо Божие, благодарение Богу за таких людей, которые изобрели интернет, программы, которыми мы можем пользоваться. Удивительно. И теперь я немало не сомневаюсь, что проповедано будет Евангелие всем народам, даже до края земли. Буквально лет 10 я в этом очень сильно сомневался. Как? Каким образом абориген, сидящий на пальме, услышит слово Евангелие? Спутники не зря Гагарин в космос летал, и белка со стрелкой. Спутники интернет гаджеты. Придумали же название гаджеты. Как будто ты такой вот гад. Для чистого все чисто. Он этот гаджет использует для благовестия в интернете. А для нечистого все нечистого. Он там будет всякую пакость искать. Грязь и мерзость. Римлянам 15 22 Сие это много раз и препятствовало мне прийти к вам. Толкование В начале настоящего послания сказал встречал препятствия даже до ныне. Римлянам 1 13 А здесь представляет саму причину которая препятствовала ему прийти к ним. Я говорит повсюду ходил с проповедью и потому встречал много препятствий то есть я часто намеревался и жал прийти к вам но всегда встречал препятствия. Еще один комментарий Игнатия Лапкина. Все передвижения в своих апостольских командировках апостол предпринимал по велению Духа Святого и он повсюду ходил с проповедью. Ни Новый Завет ни церковные предания не сохранили нам известие о том что апостолы приходя куда-либо начинали встречу с народом через богослужение. Почему? Только потому что они были под водительством Духа Святого и Дух Святой не послал их совершать богослужения и требы а послал их на проповедь. 1 Коринфянам 1 17 Ибо Христос послал меня не крестить а благовествовать. Не в премудрости слово чтобы не упразднить креста Христова. И поэтому апостол Павел как и прочие апостолы повсюду ходили с проповедью а для этого ему не требовалось ни храмов ни колоколов ни одеяний ни богослужебных книг. Все это придет намного позже и смело вытеснит проповедь вытеснит то единственное что поставлено Христом во главу угла для всех его верных учеников чтобы они повсюду ходили с проповедью. Великой силой проповеди они сокрушили все языческие божества и капища. Силой евангельской проповеди они пробились к умам и сердцам Европы Азии и Африки потому что они повсюду ходили с проповедью. Только евангельская проповедь в Духе Святом с полным отвержением самого себя может оживить и нашу Россию может сокрушить все ереси и заблуждения все напластования нововведения проникшие в церковь. Необходимо молить господина жатвы чтобы в православной церкви наконец-то появились духовные рожденные свыше пастыри и чтобы они всюду ходили с проповедью. Вопросы Римлянам 15 23 24 Ныне же не имея такого места в всех странах а с давних лет имея желание прийти к вам как только предприму путь в Испанию приду к вам ибо надеюсь что проходя увижусь с вами и что вы проводите меня туда как скоро наслажусь общением с вами хотя отчасти. толкование я встречал препятствия потому что желал проповедовать ныне же пишу к вам и иду к вам потому что нет уже мне дела в этих странах а не по другой какой-либо причине и желание например снискать у вас славу далее дабы дабы не сказали ему посещая шнас кое-как потому что у тебя нет уже там дела присовокупляет я имею желание к тому с давних лет это то желание и спешу исполнить дабы они опять не надмились вообразив что он имеет желание прийти к нам как высшим всех прочих прибавляет как только предприму путь в Испанию приду к вам а дабы опять не сказали что он хочет только мимоходом быть у нас присовокупил и вы проводите меня туда то есть вы сами увидев необходимость побуждающую меня отправиться к тем народам проводите меня так что я посещу вас не из презрения к вам но по необходимости поскольку же и это оскорбительно для них то успокаивает их говоря наслажусь общением с вами хотя отчасти этим показывает что желает видеть их из любви к ним и притом сильные почему не сказал увижу но наслажусь подражая тому как родители говорят к детям сказал отчасти то есть сколько бы времени не пробыл я у вас никогда не насыщусь никогда не наскучит мне общение с вами поэтому я доволен буду если отчасти наслажусь общением с вами вопросы римлянам 15 25 26 а теперь я иду в Иерусалим чтобы послужить святым ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме толкование выше дал обещание прийти к ним между тем ему нужно было еще промедлить поэтому дабы не подумали что смеется над ними высказывает причину по которой медлит и говорит еду в Иерусалим чтобы послужить святым не сказал неся с собой милостыню но чтобы послужить дабы узнали мы как высоко кем совершается и как важно это через это увещевает еще римлян к милостыне ибо когда говорит Македония и Ахая усердствуют и так далее то влагает в них ревность подражать им слово усердствует употреблено вместо захотели признали за благо послать некоторое подаяние так то есть подаяние называют милостыню везде как прибыль общую и дающих и принимающих сказал некоторое вместо малое дабы не показалось римлянам будто укоряет их как скупых и нещедрых святым сказал то есть верным так что они достойны сугубого сожаления во-первых по нищете а во-вторых по добродетели вопрос римлянам 15 27 усердствуют да и должники они перед ними ибо если язычники сделались участниками в их духовном то должны и им послужить в телесном толковании в том говорит ничего нет нового если они захотели сделать подаяние святым они должники их каким образом Христос происходит от иудеев пришел для них от то ли апостолы пророки все благо но причастницей всего этого сделалась вселенная следовательно обратившиеся из язычников должны уделять им свои телесные блага точно так же как и вы не сказал же допустить до участия но послужить он представил их как бы якнами так секундочку брата сейчас так и так и и Продолжаем толкование. Мнение общее всем, а не одних владетелей. Вопросы. Римлянам 15.28. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию. То есть, как бы положив царские сокровищницы, как неприступное и безопасное место, ибо таково запечатываемое, сказав плод, показывает этим, что подающие милостыню получают от того большую прибыль. Испания опять упоминает об Испании, показывая тем, что путь его туда необходим для него и что он пройдет Рим не из презрения к ним. Римлянам 15.29. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. То есть, увижу вас благоискусными во всех благах евангельских, ибо полным благословением благовествования называет все благодостойные благословения, то есть похвалы сообразно Евангелию. Но можешь разуметь под благословением и милостыню, дабы была такая мысль, найду вас совершенными в милостыне и человеколюбии. Говорит же это, предваряя их, дабы, устыдившись похвал, постарались явиться таковыми. Вопрос. Римлянам 15.30. Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу. Толкование. Никогда не почитает себя достойным веры, но представляет посредников. Так и теперь указывает на Христа и Духа. Об Отце не упомянул, дабы ты узнал, что когда упоминает об одном Отце, то не исключает Сына и Духа. Сказал же любовью Духа, потому что как Отец и Сын возлюбили мир, так и Дух. Показывает величайшее смиренно-мудрее, когда говорит, что имеет нужду в молитве их. Вопросы. Римлянам 15.31. Чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым. Толкование. Не сказал, чтобы вступить в состязания и победить их, но чтобы избавиться, исполняя божественный закон, повелевающий молиться о том, чтобы не впасть в искушение. Матфея 26.41. Вместе с этим показывает и то, что необходимо делать подаяние тем, которые живут среди стойких неверующих, об избавлении от которых и сам молится. И при том находятся в опасности погибнуть от голода, то есть чтобы приняли подаяние с добрым расположением. Отсюда же видно, что подаяние милостыни недостаточно для того, чтобы она была принята. Когда кто подает по необходимости от неправды для тщеславия, то все погибает и плод того уничтожается. Вопросы? Так, ну вот здесь, что подскажет, не совсем понятно, каким образом планировалось избавиться ему от неверующих в иудее. Что значит избавиться? Истолкование тут не совсем понятно. Братья, кто как? Ты прочитаем, Матфея, 26.41, которая ссылка дается на это. Может там будет ответ? Сейчас, Володенька, прочитаем. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Так, что нам дает этот стих в контексте со словами толкователя? То есть молится о том, чтобы не впасть в искушение. То есть если человек впадает в искушение, согрешает, он склоняется на сторону неверия. А здесь он просит в молитвах за меня, к Богу, что он сам боится впасть в какое-то искушение, чтобы опять же тут же проневеровать в фонтовирующий. Апостол Петр говорит, огненного искушения на вас приходящего не устрашайтесь, как нечто необыкновенного. То есть это такие искушения, которые просто не дадут тебе ни времени, ни сил на то, чтобы благовествовать. Будешь только заниматься, как отбиваться от неверующих. Или бежать еще. А нужно проповедовать. Поэтому он и говорит, чтобы неверующие не досаждали, не нападали, чтобы было время служить братьям благовестия. Я вспомнил, брат. Сергей, вспомнишь, мы ходили на елку-то, там один пристал знакомый-то, которого мы знаем, пьяный-то был. Он нам препятствовал как раз в деле благовестия. Вот об этом и молиться надо, чтобы не было препятствий в благовестии от таких людей. Так как-то я это... Он за нами бегал все время еще, там вот, отвлекался. Вот там он и гнятих у нас отвлекал, большей части. Все, теперь стало все на свои места. Спроси Христос, братня. Как же я сразу не догадался. Аллилуйя. Римлянам 15.32 Дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Толкование. Я, говорит, потому молюсь об избавлении оттуда, чтобы поскорее увидеть вас, и при том с удовольствием, не навлекши там себе никакой скорби. Не сказал научить вас, наставить в вере, но успокоиться. То есть вы оживитесь учением моим, а я оживлюсь приращением вашей веры. Выражением этим показывает, что и он, и они, как подвязающиеся и трудящиеся, имеют нужду в отдыхе. Да. Вот, к слову сказать, мы часто ссылаемся на нехватку времени. Некогда, некогда, некогда слышим часто. И сами иной раз повторяем эти слова. Слово некогда, в Библии встречается, если я не ошибаюсь, всего один раз, в Новом Завете. Говорю, что вот, ну, нужен отдых был. Вот, они очень сильно трудились. И вот, в контексте вот слова некогда, сейчас поймете, почему я клоню. Какими цветами это все разукрашено вообще. Вот, в контексте некогда, ну, в том плане, что вот у него два значения. Некогда это вот, ну, некогда это временное, а некогда это, то есть, нехватка времени. Вот, в смысле, нехватки времени, по-моему, один раз его встречается. Иван говорит, Марка 6, 31. Он сказал им, пойдите вы, то есть ученикам своим, одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. Вот, чем занимались, проповеди же, и поесть было некогда. Тыгнать, Тихонича, слышу, я, говорит, не помню, то ли ел я, то ли нет. Ну, как, когда говоришь некогда, то есть, поесть-то не забыл сегодня три раза-то? Нет, не забыл, а че ж ты? Временно у тебя на это хватило. А на проповедь Евангелия не найдем. Слава Богу, что хоть один час в неделю по воскресеньям четыре брата там собираются в рулетке. То благодарение Вячеславу Семеновичу подвиг нас на это. А все некогда, некогда. Заботы житейские. Дома приходите. Вячеславу Сергеевичу. А я сказал, как? Семеновичу. Семеновичу. Я сказал, Вячеславу Семенову, наверное. Ну, оговорился. Вот. Так что... Вольда. Нужно молиться. И апостол Павел просил молиться, чтобы вот эти вот неверующие его не отвлекали от дела проповеди о нас. Что отвлекает от дела? Да, наше собственное неверие. Неверие в то, что это необходимо делать как можно больше. И чаще его написано, кто щедро сеет, щедро и пожнет. А кто ничего не сеет, тот ничего и не пожнет. И как бы нам не явиться перед престолом благодати Божией бесплодной, той смоковницей, ветвь сухую, которую отрубают и бросают в огонь. Да не будет этого с нами. Всегда по мере возможности нужно своими талантами прославляли Господа, чтобы новые души застревали в этой евангельской сети. Чтобы Господь нас сделал ловцами человеков, а не ловцами каких-то там мирских, житейских благ. Материал очень хороший. Книги Кристинному Православию. Спаси нас Господи от забот житейских. На сайте Кристине1.ru.ру. На досуге прочтите. Там и от объедения, и от пьянства, и от всего лишнего. Похоть отчей гордой житейской. Очень хорошая книга. 40 лет Игнатий Тихонович на нее потратил. И мы имеем уникальную возможность пользоваться сейчас этими трудами. Могу поделиться, брат. Две минуты. Что? Могу поделиться местом писания. Давай. От многоядения, чтобы не присыщаться. Серахова, 37 глава, с 32 по 34 стих. Вчера мне за столом я быстренько поел и вышел. Мне удивились, что я так быстро-то вышел. А вот это местописание меня побудило. Не присыщайся всякой сластью и не бросайся на разные снеди. Ибо от многоядения бывает болезнь, и присыщение доводит до холеры. От присыщения многие умерли, а воздержанный прибавит в себе жизни. Все. Аминь. Ох, слаще мёда слова твои, брат. Истину глаголишь. Ну что, братья, час прошел у нас. У кого есть вопросы, пользуясь случаем, поздравляю всех с Рождеством Христовым. Ну вот, сегодня меня посетила муза, я написал песню, выставил в интернете. Рождественское пожелание, желающие могут послушать. И в караоке в варианте можете сами напевать. Вот, и записал. Вопросы, пожалуйста. Игнат Тихонович, а можете рассказать, по Ветховому Завету мы видим, что там такой есть институт пророков. То есть написано там, 40 пророков там отошли. Это кого называли пророками там, вот такой целый институт пророков там был? Это апостол Павел, это подробно объясняет. Хочу, чтобы все пророчествовали. Не по счету, а все. Если войдет к вам человек, и обличаемый, то есть пророчество говорит о том, что за что и почем. Это проповедь, в которой существует указание, что если не так, то будет вот так. То есть прогляд в будущее. И он падет вниз и скажет, истинно с вами Бог. То есть обличительно обличай, наставляю вещево. А это пророчество. У нас какое понятие? Пророчество – это предсказатель будущих событий. Но если мы посмотрим на пять книг Моисеевых, а он пророк был, и что же он там? Он говорит то, что было до него три тысячи с лишним лет назад. Пророк знает. А мы эти слова эти тащим за собой, потом показываем, мы кто будем. Но это образец Иеремии и Варуха. Варух-то никаких пророчеств не сказал, которые Иеремия высказал. То он записывал и нес дальше, и стал пророком. Итак, ты когда возвещаешь о том, что Христос придет и сядет на престоле как судья, это пророчество самое настоящее. И ты скажешь, кто не верует, не имеет жизни вечной. 3.36 Евангелия Тиана – это пророчество. Итак, апостол Павел говорит, ревнуйте о дарах, но пророчество выше. Он языки называет, истолкование, а пророчество – проповедь Христа с указанием на конечный результат, если примешь или не примешь, вот чем закончится. Другого ничего там и нет. То есть вот эти пророки, которые с Елисеем были, это люди были, которые Писание изучали, да? Конечно, в первую очередь. И они знали, что и говорить. Они никак себя не проявляли. Грозила смертельная опасность. Ну, пророк Илья был один из самых грозных, прозрительных. Знал, чем закончится жизнь Ахава вперед. И он не знал. Я один остался, Богу прямо говорит, один. И ошибся в семь тысяч раз. Не знал? Вот так скрыли. И тогда же ни КГБ, ни гестапо не могли узнать, где они находятся, кто. Так что, ладно, скрылись, это понятно. Но их надо было кормить и поить. И там, когда захватили одного, послали, чтобы Илья пришел. Он как говорит? Вспомни, Господи, чтобы меня огнем-то не поразил, как я их там разделил по разным пещерам, по пятьдесят да по сто и кормил. Семь тысяч-то накорми. Ты семь тысяч курицей накормишь. Говорит, с трем свиньям корм, может быть, не раздашь. А тут надо было не попасться. Это же явно, что на подводах надо было подвозить. Как? В какое время дня и ночи? Мы совершенно об этом не думаем. А это был подвиг. И он сразу поставил на вид. Ты всех сжигаешь. Илью-то говорит, ну меня-то пощади. И я же для Бога вот как старался. Какой он был по сегодняшний там менеджером или как назвать. Хлебопек. Это надо было хлеб-то не в магазине, а самому готовить. Это же сразу можно было высчитать. Вот искали там Шамиля, Басаева кого, или каких-то здесь. И никак не могли найти нигде. Оказывается, смотрели. И одна бабка покупает сразу трех баранов. Туши. Живёт одна. Зачем ей столько? И сразу за ней установили надзор. И оказалось, что там у них, у него в подполье сидят эти главные боевики чеченские. Она кормила их. И вот через эту кормёжку выяснилось, где они. Их там сразу заморили и всё. Убили. Так что всё на очень высоком уровне, должно рассматривать. И учить этому надо. Сегодня вот она мне говорит. Она, кажется, здесь даже бывает. Михалюк, кажется. Вы видите, как встретили это Рождество. Какие дети-то у вас грамотные и как запомнили. А у меня-то я и не знаю, как обращаться. Вот бы у вас тут как-то для взрослых у вас занятия. Нельзя ли для детей сделать занятие это? Чтобы дети тут собирались в одно и то же время. В общем-то, можно рассмотреть. Ну, я ответил так, как есть. Я говорю, Библия есть, читай. Бери ребёнка и считай. Так учили всегда. А вопросы, если сразу не разрешатся, при повторном чтении откроются. Главное, Новый Завет знаю. Ветхозавет не так, для ознакомления. Я дал такой совет. Спаси Христос. Слава Игоря. Игнат Тихоновича. Древо жизни. Это крест? Конечно. Как на том древе познания добра и зла висели плоды, так и на кресте повис самый главный плод. Почему Иоанн Затаус говорит? Погибли люди, когда дьявол ударил трезубцем. Дева, древо и смерть. Дева Ева. Древо познания добра и зла. И Адамова смерть. И погиб весь род человеческий. Иисус вырвал этот трезубец и ударил дьявола в голову. Дева, древо и смерть. У девы понятно, какая дева, родившая, пресно дева Мария. Древо, честной животворящий крест и смерть Христа. 6.23 к римлянам. В Адаме все умирают. А во Христе все оживут. Вот это все одно нужно совмещать. И трудностей-то никакой и нету. Надо просто радоваться, как открытие какое сделал Господь. Вот мы говорим Рождество. А эти вопросы тоже. Почему на Западе Рождество считается главное? А у русских, у православных Пасха? Почему? Нигде об этом толком не пишут. Но мы-то знаем отношения с Западой. Так что пришел к своим. Свои не приняли. А когда они его приняли? Кто-то принял уже, когда начались казни над Иерусалимом. Вот теперь уже видно было, кто он. И тебе самое оружие пройдет душу. Какое оружие? Когда? А вот оно у Христа стоит. Вот тебе оружие пронзит душу. Семен Богоприимец об этом говорил. Так вот все это, когда начинаешь смотреть, картина разворачивается полностью. И надо другим возвестить. У меня сегодня хорошая была, больше часа, наверное, беседа с одним мусульманином. Как он радовался, что мы встретились. Такое лицо у него доброе. Вопросы хорошие. Ну, так легко. То есть, вот даже, кажется, уже все знаешь. Я не знаю, у кого как. Вот я в рулетке-то сижу уже пятый месяц. И сколько нового? Каждый раз вот смотришь как-то. Я вот взял так очень сжато. Так как их книгу я в руках-то не держу, чтобы не было каких претензий где-то. Но ссылаюсь. Мы люди Писания. Нам по ней повелено жить. А дальше слушайте внимательно. Если что-то против, анафима вам. А если вы против то, что говорит Евангелие, не исповедуйте Христа, пришедшего в плоти. Вы антихриста. Я говорю вообще, Иоанн говорит, он не знал, что вы еще будете на земле. Но это же применимо к нам. Вот так. Сергей Павлович, ты не ушел? Нет еще? У меня очень тихо загружается. Ну, тихо. Но я не могу поставить то, что ты просишь. Я к утру думаю, что она закачается. Ты смотри. Утренняя молитва, псалтырь будет называться за восьмое число. И ты его себе скачаешь. Я из него ролик просто сделаю. Целиком как было. А тогда ты уже там раздоробишь сколько надо по вопросам. Я на флешку вписал у Володи. Хотел передать. Но тебя нету. Ладно, думает. Тут-тут возьмешь. Ну, в субботу или когда там мимо поедут и заедут. Игнат Тихонович, есть еще такие вот слова апостола Павла, Ефесянам, 3 глава, там 19 стих. Чтобы вы могли уразуметь превышающее разумение и любовь к Христову. Чтобы вам исполниться всей полнотой Божией. Что это означает, вся полнота Божия исполнится всей полнотой? На кресте. Как это? На кресте. Все направлено было и Рождество, и жизнь Христа. Это завершающий апогей. Всего это крест. Свершилось. И вот это призыв касается на это. Любовь к Христа, превышающее разумение. И дальше он, Павел, перечисляет. Высота и глубина, широта и долгота. Я бы никогда не додумался, как толкует Анзо Таус. Долгота, то есть обещание Христова, когда Он нас освобождает кровью Своей от грехов наших, Он вводит нас в долгую, непрекращающуюся жизнь. И в высотах любви этой, что она возводит, как через лестницу в небо. А широта такая, что как Он раскинул руки. Всем говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обременённые, я успокою вас. Матфея 11, 28. Вот. И глубина. Крест его так глубоко закопан, что ад лопнул. Ад. Твердыня дьявола. Это всё любовь сделала. А любовь всё доказывает нам тем, что умер за нас, когда мы были ещё грешниками. Едва ли кто согласится за благодетеля умереть, разве? Вот это, значит, полная его полнота во всех отношениях, во всех измерениях. И что бы ты ни взял, всё по любви. Ну, а потоп был по любви. Да с Содомом и Гаморой сгорели окрестных пять городов. Что это? Кто это сделал? Это Бог жестокий, Бог любовь. Это он сделал. Чтоб другие могли жить свободно. Вот эти гей-парады, всё это вызывает огонь. Потому что Содом должен быть выжжен, не потоплен. И вот официально они их там запускают, и... Они идут. Закон нужен Юстиниана Старшего. Если такой был замечен, ну, видимо, доказательства нужны были. Конечно, никакую сперму не брали на исследование, не было этого. Ну и всё. Его сразу хирургическому вмешательству отрезали половой орган. Не кастрировали только, а орган отрезали. Какая была боль уже, это ничего нет. И дальше железо клеймённое, допустим, богохульник. И на лбу прожигали до кости. Уже нельзя было ни убрать, ни стереть. И дальше сразу же его в каменоломни, там, в шахту. И он там вагонетки подтаскивал ко входу. Но солнца уже не видел. Тут другой перехватывал. Вот были законы. Никаких гей-парадов. Вячеслав, я скидывал один ролик на вас, который делает ездра там. И он пустышкой оказался. Почему? А я потом в неё зашёл, всё нормально, и вам скинул. Ну, не знаю. Я там, посмотри, я вам сбросил же его отдельно. Может быть, я не видел. Сразу же после того ваше сообщение, сразу же. Ну, не видел их. Думаю, что ж такое-то, как. Ещё раз я вам сброшу, ещё раз сброшу и возьмёте. Я скину вам указания. Вот там на горке катаются в Потеряевке. Почему перестал? Я не могу скачать-то. Вот эти, которые вы тут выставляете, они мне легко скачиваются. А это никак не могу. Другие, которые там нажал, только она сразу 380-360 выкидывает цифру. Я на неё нажимаю. Здесь ничего нет, хоть сколько ни жми. Или мой компьютер барахлит, или какая-то новая операция сделали, так выставляют, а скачать нельзя. У меня то же самое. Это сейчас что-то, то ли перегруз какая-то. Надо подождать ещё несколько дней, посмотреть, изменится ли. Это у них программное что-то там. Я про то и не знаю. Потому что то же самое. Вот так я сейчас не могу скачать тоже с YouTube. Ну вот чё же такое. Не все ролики точнее. Вот так. Давайте, что ещё? Любите Слово Божие, к Нему обращайтесь. Я гляжу, вроде сегодня Пётр пришёл тут. Чё там у него с комбайном-то? Ещё нету. А то я вроде бы потревожил людей. Всё узнали, сколько стоит. А вдруг ещё нету. Мир вам, Геннадий Тихонович. Мир вам. Я жду. Да, я вижу вас. Я жду. Так что я не забыл. Ну да, молись об этом. То, чтобы я-то тоже зря-то растревожил. И там всё они разузнали. Написали. Я тоже со своей стороны здесь всё узнал. У меня человек был. Он в этом деле немножко соображает больше. Дело-то благое. Это кормильцы наши. Я знаю, Геннадий Тихонович. Не от меня же это зависит. Тут есть ситуация, которую я жду, жду. В случае чего я вас могу потревожить в любой момент. И ночью скайпе вызов сказать, что... Серёжа что-то хочет сказать. Серёжу надо выслушать. Говори, Серёжа. Ну что, заморку-то всё. Говори. Игнатий Тихонович, вот у вас практикуется такое, что детей водят в места не столь отдалённые на экскурсию? Нет. Никогда этого не было. Там делать нечего. Она вся земля такая. У меня племянник жил. Ну, ему 6 лет. И как-то у него задержка речи была. Ну, раз у меня живёт, значит, я с ним везде и в храме, и везде. И начал его натаскивать по английскому языку. И как-то садимся в трамвай. А там падает, в трамвай залазит. Он как громко закричит по-английски. Говорит, смотри, говорит, пьяница залазит в вагон. Ещё по-русски не научился. И когда идёшь с ребёнком, ему указывай, вот такой-то так-то. Никакого осуждения, просто уже фиксируешь факт. И не будешь так вот поступать. Другого пути нету. Так же валяйся будешь. Себя машина задавит. Вот сообщение сегодня батюшка позвонил. Если вы слышали, к нам приезжал один с Москвы, Артём. Без разрешения, без всего, вдруг заявился. И у нас там от дождя... Так, это крышка сделана. Нету, вокзала вообще нету. И градусов 30 было, и он ночевал на перроне. И увидел там след какой-то, и по нему добрался до Потеряевки. Это вообще, среди зимы. Даже безумие, и то, кажется, этого не сделает. Ну, побыл, поговорили, ночевал, и на утро его опять на станцию, и к поезду отправили. И он уехал. А на утро он мне тут, на него как-то вышел, и он предсказал, что всё будет ночью, или когда в один день. Большое землетрясение, много людей погибнет. Ну, я говорю, а если не будет, тогда же ты обманул людей? Или ты уже не замечаешь, что злой дух в тебе? Вот. А отца у него, кажется, Иван Владимирович, и Владимир Иванович, батюшка звонит. Ну, он тут побыл сколько-то, и уже устраивается где-то на завод, хлебопекарню. Ну, такое всё у него, прямо, не поймёшь, что. Ну, нормальное. Где-то работал в типографии, или ещё, батюшка лучше знает-то. И на батюшку вышел отец, позвонил его. Вчера или сегодня его поездом зарезало, там, в Москве. Он как-то шёл, прикрытый башлыком, ещё он шёл, почему по рельсам шёл, тоже не знаю. Тут какой-то шёл по Потеряевку, или что говорят, его тоже поездом зарезало. Как так? Ну, можно было по краешку идти, но не посередине. И Артёма этого уже нету. Ещё у Светы Завинудиновой тоже мужа что-то там с поездом связано. Чё-то, не понял ещё, так быстро. Я говорю, у Светы Завинудиновой тоже муж, тоже с поездом связано. Ну, там говорят по-другому. Около рельсов нашли. Говорят, его там, эти, в маленькие отморозки-то. Они его сильно избили, из поезда сбросили. Его нашли, только ягоды собирали в траве, там уже, я не знаю, через неделю, там одни черви были. Завинудинов. Евгений. Да, дух святой этого Артёма, ой, злой дух, злой дух вёл этого Артёма на смерть уже давно, видать. Ну, всё такое было, там батюшка говорит, прям ухватиться не за что. Он, главное, что совершенно не слушает никого. Отец говорит, раньше у него этого не было. Он где-то работал, что-то работал в таких, где-то ум требуется. И вдруг всё, ушёл, то ли пенсию получают. Я его не видел. Я хотел тут встретиться с ним, побеседовать-то, а он не вышел на связь. Но по телефону поговорили. Как раз он вот это своё пророчество о великом землетрясении. Ничего нигде нету. Вот это он знает. Жена-то и какая-то жена, а я с ней нет, она вдул, хоть там начал говорить, да что-то такое батюшка лучше расскажет. Ну, то есть не советуется и не слушает совета. И он говорит, результат такой. Полсекунды даже на покаяние не оставил себе времени. У нас Василий Николаевич такой к этому ведёт, чувствуется. Это, Игорь, близко к микрофону, наверное, сильно забивает тон. Простите меня, Христа ради. Я говорю, у нас Василий Николаевич к этому идёт. Тоже непослушание сплошное. Да. Да, очень близко на это. Ведь за что-то же входит такой дух. И всё, и человек уже становится неуправляемым. Начинается с небольшого. Тут противоречил, там поспорил. Ни Писания, ни авторитета нет. Ну и результат какой. Сатана уже ведёт. А на этих людей хоть оковы, цепи надевают, дальше он не будет. Скажешь не так, он двери высадит у тебя с косяками. Может, отсюда и слово такое накосящил. Логично. Я интересно увидел сходство одно такое. По содержанию. У мусульман им обещано в раю беспрестанный блуд. Награда как гурии. Там сколько? Сорок у него на одну ночь, кажется. И они опять же все делаются опять девственницами. Что-то такое. Вот я точно даже не знаю. Ну такое богомерзкое. Гурия. А по-немецки, если тут у нас кто-то есть, с Артисонта нету здесь. А Наталья-то из Германии тут, сатая, тоже нету. Нету никого? Что-то нету. Что-то сегодня они не пришли. Немок нету сегодня. Из Германии. На шесть часов разница, наверное, неудобно. Скажите, по-немецки, проститутка как? Ну вот видишь, гурия, гурия, гурия. А там гурии. Слово-то прям одно и то же. Да нет, говорит, это не связано с этим. Ну не знаю, но похоже. До одной буквы сходится. Потому что Г и Г это такой звук альвеолны. Вот у нас говорят Гитлер, а русские там в Америке, они говорят Хитлер. Х буква стоит. Так и здесь. Гура. Ну что, всё понятно. Давай, Сергей, пасху свою распускай. Завтра-то утром зайди у меня на YouTube. И может быть я успею закачать. Ну вчера, как немедленно, я уже успел закачать всё. И богослужения полностью Володя записал. И трапеза, и беседы, и катались тут. Вы можете закачать на YouTube, но оставить по ссылке. И потом ему ссылку дадите. А зачем? Я уже выставлю это и убирать не буду. А он для чего тогда берёт этот ролик? Он берёт то, чтобы исправить, чтобы вы такой не выставляли. Да не мой, до моего дела нет. Я записал это, хозяин. Ему нужно теперь по вопросам разбивать. А я их, как он говорил, так и даёт. Чё особенного? Я не вижу в этом надобности. Так он вопрос сам должен был записать. Ну, у него не работало. Теперь это он от меня возьмёт и разрежет по вопросам. Я так понял, может быть не так? Да, разрежу, разрежу. Я просил только черновики не выставлять. Ну ладно, дело житейское, как говорится. Я услышал это дело, а мне так удобно. Чё он черновик-то? Нам как раз некоторые говорят, говорят, вот у вас, видите, ничего не лепите, не представляете. Вся жизнь как на ладони. Людям нравится это. Нравится, что мы не мухлюем. Но как было, так и будет стоять. Ничего тут такого нет. Там где-то споткнулся. Ничего нет. Хорошо всё. Молимся. Да, я вот хотел сказать. Вот как люди, которые приходят, мы их не знали. Я сегодня вспомнил. Я освободился в 87-м году. В 87-го года кто-нибудь тут есть у нас? Кто? Нас знал, тут не было. Никого не было. Это новые люди. Ну, не считая, там, Надежду Васильевну, Татьяну тут, Тихоновну. А остальные, это новые люди пришли. Это совершенно новые люди. Все. С кем-то мы встречались, а с кем-то по интернету познакомились, так близко сошлись. Это Господь так делает. А не было бы свидетельства-то, ничего и не было. И тут интересно. Стоит священник, говорит, священник Бога Всевышнего. И вот мы прочитали 15-я глава Римлянам, 16-й стих сегодня. У Павла, говорит, священно действие слова. Если ты проповедуешь, ты служитель слова, а не алтаря. Это сильное, единственное место такое во всей Библии. Священником называется священно действие проповеди. Проповедь благовестия. Проповедь, это не говорит, что веры. Хороший был оратор, проповедник, такой-то, такой-то, там, Керенский, Фидель Кастро, Гитлер. Вот такие ораторы забивали. Ну, как агитаторы, как их можно назвать-то? А благовестие, проповедь, это благовестие. Та же самая проповедь о спасении, которое дарует Господь благая и радостная весть. Это тоже проповедь, но только проповедь благовестия. Даже отдельное благовестие не называется. Ну, давай, молиться. Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную. И Матерь Бога нашего, Ты достойна большей потеси, чем Херавима, и по славе своей несравненно выше Серафимов. Ты без нарушения чистоты родила Бога Слово, и как к истинную Богородицу мы Тебя увеличаем. Назначайте, Игнатьевич. Я вот тут не знаю, какой-то... Как фотография стоит, молодой человек какой-то. У меня тут не отображается, его нету. Кто он такой? Такой худощавый. Алексей. Может быть. Ну, тут как-то назовите. Вот он, я его вижу. Такая шея тонкая. Да, да, лаптик. А Павел Даниил, наверное? Лаптик. Лаптик, лаптик. Ну, пускай помолится. Ну, вот кто-то стоит, длинное платье такое, и там дальше как будто море сзади синее. Тоже я не понимаю, кто это. В полный рост. Ну-ка, найди ее. Вызвали из небытия. Елена Фаур, молись. Ну, я там не стою, а сижу. Господи, благодарим Тебя за этот день мирный. Нет войны у нас. Благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас для излучения Слова Божия. Ты дал нам, Господь, жажду исследовать Писание, через которое мы думаем иметь жизнь вечную. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вот она в черном платье. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. А кто это последняя? Это какая Лена? Лена и назвала. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Говорили, есть стихи, вы не спрашивали. Так, стихи-то будем сдавать. Братья, мне тут человек на меня вышел. По духовным вопросам встретиться мы договорились. Я вот сейчас с ним пойду, пообщаюсь. Так что сегодня не будем спрашивать. Я вот задал стих на следующий. Ясно. Можно, если что, самостоятельно записывать, отправлять. Это вообще самый лучший вариант. Хорошо. С Богом, Атану. С Богом. С Богом. Прошу помолиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.